Стрелец. Снажение. Задом стоит. Проходная ОВЗ. Из Украины. Торговые центры. Замечательные на пригорке. Вон дом видно. Дорога совсем новая. Только положили. Рекарство ОВЗ у нас пересекаем. Так заброшен самодействующий завод. Это мы на Медведево поворачиваем. Вот мы подъезжаем к деревне Медведево. Тут уже поля начинаются. Все накосы. Измельчивает у нас отдаленная Гуальская деревушка. В тайге. На слиянии рек Салда и Тагил. Вот так уютно деревенька раскинулась. В речное удаление реки Салда. Табличка. В речной дороге. В речной дороге. По центральной улице Асфальт. Ограничение на 40 км. В речной реки Салда. О, какие кедры мощнейшие. Надо шучки посмотреть в этом году созрели или нет. А то, что кедр не каждый год созревает. Надо угадать. Так, это у нас центральная улица. Она называется Первая. Улица Первая. О, за ней какой-то сгорел. Жалко. Еще такие подольники. Дальше сфаль кончается. И начинается. Рабочая. Экадемия земля. Продолжаем ехать по улице Первой. Такая нормальная, посыпанная собака. Сверху. 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 Прикованная. Калина поставлена. И стенок. Украл рожок. И дальше улица продолжается. Так. Дорожка продолжается. Тоже пишет. Домик. Фамилию есть. Заплетен. Домик крайний. Факет. Нет. Еще одна улица. Суждение на слияние. От Салды и Тагила. Дорога полевая. И очень колистая. Поэтому я по ней не поеду. Предположу, что там очень красиво. Медведево. Село в Нижнесалдинском районе Свердловской области. Сейчас население 90 человек. Против 111 в 2002 году. Медведево расположено в 26 километрах к северо-востоку от столицы района Нижняя Салда. Село раскинулось на левом берегу реки Салда, в 4 километрах от ее впадения в реку Тагил. Почва в округе каменисто-глинистая и не сильно располагает к занятию земледелием. Село Медведевское упоминается в летописях 1680 года. Издревле обитателями этой местности были вагулы. Когда пришли Ермак с сотоварищи, вагулы двинули в более северные леса. Название село получило от переселенцев из Шадринского уезда, братьев Медведевых, которые занимались здесь пушниной и звероловством. В начале 20 века жители села промышляли в основном золотодобычей по реке Тагил. Все жители поголовно были православные. В 1874 году на средства прихожан был построен деревянный храм. Храм был освящен во имя праведника Симеона Верхотурского. В 1881 году храм был приписан к Нижне-Салдинской Николаевской церкви. Священником в те годы служил Платон Горных. К началу 20 века во храме имелся пятиярусный иконостас, украшенный резьбой. Колонны и рамы святых икон были прочно позолочены. Также в церкви числились иконы святого Саватия, святомученика Власия и святого преподобного Симеона. При храме существовала церковно-приходская одноклассная школа. Какое-никакое, но образование. Храм, как водится, был закрыт в 30-е годы советской властью, а затем и вовсе снесен. Кроме того, в селе была часовня Святой Троицы, которая тоже не пережила советскую власть. Тут в самом конце деревни такие. Солдат бежит. Здесь она тоже довольно широкая. Здесь такое крыльцо. Снепотное. Машинку чисто под навеску. Непремогучие. Вот они. Пешаг невинно нынче. Вот у нас алдарика. Там даже скалы какие-то небольшие имеются. Шарик. Шарик. Бычочек балдеет. Отпирательный участок. И, наверное, администрация заодно. С пол деревни Асфальтс. Мы будем ехать на вывесец. Все. Медведево наше заканчивается. Покидаем эти замечательные края. Продолжение следует.